Очереди на газовых заправках становятся все больше. Харьковские водители отказываются от традиционного топлива. Поясняют, с такими ценами на бензин прокормить машину просто невозможно. Цены выросли, зарплаты те же, доходы те же, а цены в два раза выше. Вот и все. Чтобы хоть как-то сократить расходы, все больше водителей переходит на газ. Среди них и Андрей. Рассказывает, на топливо уходил чуть ли не весь семейный бюджет. Пришлось установить газобаллонное оборудование и перейти машину на газ, на пропан-бутан. Я считал, у меня окупилась эта установка где-то быстрее, чем за полгода. И, соответственно, потом уже начиная с 7-8 месяца идет чистая выгода. Гарантированно в полтора раза дешевле, чем на бензине. Это гарантированно. Увы, но такой метод экономии подходит не всем. Владельцам новых авто ставить газовое оборудование автомеханики не рекомендуют. Я был на СТО, на салоне. Не рекомендуют для новых двигателей газовое оборудование, потому что там свои нюансы. Там может прожиться клапан, например. Совсем другое. Насколько мне объяснили. Я в этом деле не специалист, но как мне объяснили, что это не совсем хорошо. Двигатели современные, которые не предусмотрены до газа. Еще один способ экономии топлива – водокар. Принцип какой? Машина продолжает точно так же ездить на бензине или на газу. Точно так же это может быть и дизель на солярке. Вода подается в магистраль всасывающего коллектора. Вместе с воздухом она распыляется. И как мелкодисперсная смесь, она подается вместе с воздухом, всасывается в коллектор. Там происходит определенный химический и физический процесс, за счет чего увеличивается мощность двигателя и, соответственно, уменьшается расход топлива. Подобная система не сокращает расход топлива. Экономится ее помощью, возможно, благодаря тому, что вода действует как присадка против детонации бензина. То есть можно перевести машину на низкактановое сорта топлива. Например, с 95-го или 92-го на 80-й или 76-й. С учетом того, что Украина потребляет в основном иностранное топливо, а значит его цена зависит от курса валют, то утешительного снижения цен в ближайшее время ожидать не стоит. Эксперты считают, что с учетом понизившихся цен на нефть, литр бензина 95 в Украине должен стоить около 0,95 евро за литр, что при курсе доллар на межбанке составляет 18-18,5 гривен за литр.